Значит, о... О Кагодилах? Да, они их. И попали, случайно, умер вождь. Камероне. Волбоко в Камероне. И вам предлагали остаться? И мы пришли на процедуру захоронения, придачи власти. То есть это была не туристическая процедура. А не предлагали занять место? Нет. Там было кому из кого выбирать. Это султанаты. Султанаты. И оказалось, что этому вождю 100 лет, при том, что средний процесс жизни в Камероне, 48. То есть тематика такая, что всегда и в Древней Греции жили люди долго, и сегодня могут жить долго. Но я так понимаю, что тема ушла очень далеко от темы, изначально заявленной. Потому что тема все-таки связана с тем, что появилось много в теме людей, довольно молодых. Не знаю, является ли это темой отца и дети, или это разные концептуальные каркасы, которые существуют. Но тем не менее, прошла в течение двух лет дискуссия в основном между командой Алексея Москалева и Леонидом Гаврилова. Я долго за ней очень наблюдал, очень долго наблюдал. И она такая довольно была бесперспективная как-то. Все остаются на своих позициях. Причем очень интересно было наблюдать со стороны, когда задают какие-то элементарные вещи, известные в геронтологии, к тому же Гаврилов Гаврилов. Долго, нудно начинает рассказывать про гомперца, про герей, про остальные все темы, которые люди изначально должны были просто изучить. Вот я, например, рассматриваю то, что в биологии сейчас происходит. Сыпется очень много открытий. Вот биологи рассматривают, потому что мы близки к разрешению старения. А я, например, рассматриваю, рассыпется из рога изобилия, значит, мы еще мало что знаем. Когда я пришел изучать старение, будучи студентом лечебного факультета, Александра Николаевича Хохлова, вместе с Леонидом Игоревичем, это было 30 лет назад, значит, меня первым делом Хохло спросил, что такое старение. Я вот начал ему, вот понимаете, вот это, вот это. А он говорит, нет, точнее. И выдал мне сам формулу, да, увеличение, прятости смерти с увеличением возраста. Вот на сегодня, через 30 лет, мало что, мы стали понимать больше, но в определении ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Мы оперируем понятиями, которые сами по себе, они живучие, живучие, они долго, долго как бы существуют в своем состоянии, тем не менее они плавают. Мораль, этика, болезнь. Вот, например, передо мной такая книжечка, это февраль 24 года. Какого века-то? 1924 года. 20-го. Да, 20-го года. Века. Века. Да, да, да. Значит, здесь все документы связаны, вот такая есть в Горках, только в более худшем состоянии Горках, Ленинске. Здесь все приказы по гарнизону, письма от всяких интернационалов, значит, путь исследований колонн, значит, соболезнования от Компартии Англии, там, Америки, там, Молдавии, чего только тут нету, да. Здесь, в том числе, есть один интересный документ, как патологоанатомического строительства тела Ленина, да. И первым делом, поскольку я в теме плотно сижу, да, значит, когда открываешь, открываешь, видишь первым делом фразу, труп пожилого мужчины, а Ульянова 53 года 9 месяцев, значит, подписывает комиссии 10 человек, включая Абрикосова, то есть основателя патологической анатомии, скажем так, Советского Союза, да, уже, наверное. Я думал о том, что, наверное, это натянут за уши, вот эта вот формулировка, и попросил обеспечить мне доступ к документам, мне дали доступ к заключению смерти, выполненной тем же специалистом, но подписанной другими профессорами. А тут антропологи, антропологи-анатомы, врачи, в том числе и иностранные, которые тоже пишут к Дзержинскому труп пожилого мужчины, а ему 48 лет. Удивительно. То есть я пришел к выводу, что понятие возраста и понятие пожилой, оно потерпело изменения. На протяжении этих 100 лет, сегодня, я думаю, что никого, кому 48 лет, назвать пожилым нельзя. А в данном случае, вот, полиморфность, многообразие типов старения и самих видов видов старения. То есть люди стали стареть по-другому, они стали более, более, более разнообразные. Есть люди, которые выглядят очень пожилыми, а есть очень активные, хорошо оперирующие, как бы, смартфонами. На сегодня... И еще дисперсия. Дисперсия, да. Наверное, дисперсия, вот старение, она вот очень сильно изменилась за эти 100 лет. А вот наблюдая, в Москве у нас существует около 30-40 гриаторов, клинических геронтологов, как бы, да. Качеву поставлю задачу увеличить их там до 300. Вообще норматив 60 тысяч на один гриатор, на 60 тысяч населения. То есть в Москве должно быть где-то около, наверное, 250 таких врачей. Но пока их, я так понимаю, что очень мало. И вот от лица, как бы, гриаторов я наблюдал за этой дискуссией. И я вижу ее непродуктивность. Ведь молодые люди хотят не просто изменить, привести старение к понятию болезни. Это совершенно разные понятия, разный уровень, в том числе и семантический, да. Но и в том числе, что они хотят привести и это к понятию нозологии. Нозологии. Потому что понятие болезнь в бытовом плане, она в медицинском плане заменяется тремя терминами. Морбидностью, патоз, мурбус и нозус. То есть биологи в основном хотят сделать это определенный нозологической единице в МКБ следующего пересмотра. Ну, у нас в России, я смотрел данные Росстата, 680 916 врачей, то есть физических лиц, оказывающих медицинскую помощь в лечебных учреждениях. Вот, поскольку мы не видим в этом прагматического смысла, наполнения какого-то, да, я решил написать эту статью, которая вышла в успехах геронтологии. она называется «Является ли процесс старения болезнью?» Последний номер. Тут рассматриваются философские, геронтологические, патофизиологические, в том числе биологические аспекты этого процесса. С точки зрения биологии, я считаю, как называть этот процесс болезни или не болезни, это все равно. Здесь главное количество исследований. но, к сожалению, вот эта дискуссия, она, так понимаю, шла не только в нашей, как бы, среде русскоязычных, но она шла также и во всем мире. И, похоже, Всемирный Организационный хранитель немножко устал от бесперспективности этих обсуждений, потому что все-таки врачей есть определенные конкретные цели. цели. То есть донтология это наука о должном, то, что должен делать доктор, а не не участвовать в бесперспективных, не имеющих ни средств, ни методов из лечения на сегодня участвовать мы не можем принципиально. На сегодня мы понимаем, что понятие здоровья, особенно в старости, оно, значит, сложно воспринимаемое. То есть вношность патологии на сегодня существует 85 гериатрических как бы синдромов, они дают многообразие клинической картины. Что? Да, может быть, папка Новосюк. Значит, это доклад, это доклад, он с 2016 года, Возовский, Возовский, называется «Скорение здоровья». Скорение здоровья. Он немножко, может быть, не в тему, но дело в том, что вот это мы потеряем, потому что все программы на следующий год и на несколько следующих лет программа ВОЗ прекратила, к сожалению, потому что есть более целевые цели, которые мы должны как бы на сегодня выполнить. Вот, если кто не знает, то на сегодня каждый год 200 миллионов случаев впервые больных с сифилисом выявляются. А, например, сифилис, он поражает все органы и ткани. Чем, пожалуйста, не старение? Вероятность гибели больного резко растет. Если вы не открыть антибиотиков в 40-м году и начало использовать антибиотиков для лечения крипанемы, палегин, чем показывать? Чем показывать? Я вам расскажу. Значит, что на сегодня 650 миллионов человек старше 65 лет, все знают. То, что их будет 2 миллиарда в ближайшем будущем, то, что эти люди в основном будут иметь огромное количество мощных патологий по желуду, то есть будут куморбидны, это тоже все знают. Стареем не только мы, стареет фактически все регионы. Я извиняюсь, начала стареть Африка. Вопрос. Коморбидны. Это умирает сразу от нескольких причин? Это наличие сочетанно связанной патологии. В данном случае возрастная патология под эту тематику очень подходит. Потому что и диабет 2 типа, и, соответственно, и атеросклероз, и метаболический синдром это все взаимосвязанные вещи. То есть у умирающего человека сразу есть и это и это болезнь. Да, да. Но болезнь. Да. Сомненно, болезнь. Не болезнь. И поэтому я согласен с Габиловым, то есть называть механизмы механизмы болезни, да, ну, это не имеет никакого смысла. Тогда же что будет у нас сама болезнь? И такой маленький аспект. Все у нас веб-сравнении. Если мы признаем, ведь молодые люди хотят признать больных всеми, все больные, то есть ты родился, ты болен. Ну, это... это очень серьезно как бы, да? Нет, а кто так говорит? Ну, это фактически люди, которые будут участвовать с той стороны дискуссии. То есть не с какого-то момента, а просто ты родился или пуберта. Например, предположим, начала кривая смертности, начала свой рост. Ну, разве можно молодого человека, да, который выходит жениться и считать, он вешает дырку, что он болен. Что он стареет. Почему? Потому что в термина патология, раньше в русском языке это называлось страдание. Страдание, термин страдание очень важный. Термин самого страдания не существует. Можно ли называть механизмы, неизвестные механизмы, с неизвестным началом, спорные даже с точки зрения они стахастические или они связаны с программой, да? Можно ли их называть болезнью на сегодня? Например, с точки зрения клинического мышления это не имеет никакого смысла на сегодня. А что есть болезнь? А, ну, я когда-то лет 10-15 назад составил табличку, где были признаки болезни и признаки старения. Вот у них где-то 30 различий, 30 различий, да? И всего лишь 5-6 с каждым. Здесь, наверное, имеет смысл об этом что такое болезнь, что такое здоровье. Здоровье существует риск понятий. Как и теория старения. Сегодня, насколько я знаю, это тоже, я думаю, что 300-400. На прошлом конгрессе это тот и тот и тот и тот и тот. Постояние полного физического, психического, социального благополучия. Ясно, что в этой ситуации старость, именно старость, она не подходит под это определение. так что же все-таки есть болезнь? Болезнь это патологическое состояние, связанное со страданием, которое имеет определить все-таки какую-то причинность, какую-то причинность. болезнь есть болезнь. Блин, есть страдания. Да. Страдания. Ну а если ничего не болит, а человек болен, ну диабет, например, у него там кажется, ничего не болит, а у него страдания. Страдания есть. Тогда что такое страдания? Это мы прячемся за словами. Конечно, здесь эмоциональная компания существует везде. Ясно, что на сегодня это не болезнь, мы же не можем найти ту клетку или ту молекулу, с которой мы вот четко определяем, что человек болен визуально, вот этот не болен. Этот более здоровый, а этот более молодой. Мы же не знаем, когда это начинается с какого-то момента, поэтому в болезни тоже есть компонент неопределенности. Есть. То есть та клеточка первичная, она может быть неизвестна, но тем не менее я говорю о том, что есть разные концептуальные каркасы у врачей и у биологов. Я не вижу прагматического смысла убирать понятие здоровья, потому что называют всех больными, то есть стареющими, значит, больными. Значит, мы убираем понятие здоровья. На фоне всех больных и самый главный момент в данном случае врачам не дают никакого инструмента. Когда включили синдром старческой остеевеи, международную классификацию болезни, или включили царкопению в следующую классификацию болезни, да, инкоградинцы, есть прагматический смысл. У нас есть определенные критерии диагностики. понимание этиологии и патогенеза мы что-то можем сделать и с тем, и с другим. И сегодня я сказал 85 симбромов. Если постепенно медицина ведущего ясно выйдет гериатрическая, врачи в большей части это практические люди, когда они избрали путь движения поступления не в контору ФСБ, училище ФСБ, а в медицинский институт, они избрали свой путь служения. Нам нужен метод воздействия на пациента, средство воздействия. Для этого нужно знать механизмы. Механизмы должны открыть биологи. На понятийном аппарате и сменой понятий ничего не сыграет. Но все же с вашей точки зрения старение это болезненно или не болезненно? Нет. Нет. А что это? Ну, я думаю, пока на сегодня известны механизмы постепенного снижения жизнеспособности, связанные в том числе с формированием возрастной патологии. Неотрывно связанные и проявляющие через эту патологию, которую мы все прекрасно знаем. т.е. можно говорить о том, что это программа или не программа. Янгер, чем больше изучает, тем меньше я понимаю. Вот у меня на сегодня только так. и самое главное, что интересно, что вот это вот как раз мы вот эти вот разработки, попытки соединения биологов и врачей мы потеряли вот на этих вот острых непонятных дискуссиях, непродуктивных. Поэтому я решил закончить эту дискуссию, написав статью, с которой можете ознакомиться. Я надеюсь, она вам понравится. Я не знаю, было бы в интернете, но выкладывали. То же самое, то же самое, вы выложите в ресерс гейте, вы выложите любые прыжки. Окей. Значит, то же самое в следующем году мы выпустим с профессором Кониум статью на тему почему метформин и сегодня нельзя считать герп протектором. Потому что иногда вот как-то доходят до определенной критической точки какие-то, да, вопросы. И они требуют, как бы, да, наверное, обострения и показать, что она проблема не просто есть, она большая проблема. Потому что вот на сегодня вот мне кажется, это бесплодное обещание обещать 100 лет, 120, 170 уже обещают. Люди входят в кабинет врачу, не понимают, почему он говорит, ну, как-то все не так. Нельзя есть просто так на тарме. Нельзя. Ну, а как американцы участвуют герп протектор главные идеи? Все? Ну, да, это все. На сегодня, в прошлом году было, вернее, в этом году было 60 лет использования мифтормина клинической практики. Хотя он излился намного дольше. Вот, 60 лет в этом году отметили все эндокринологи. Был симпозиум и так далее. Возьмите любую упаковочку, любого торгового названия мифтормина, гидрохлорида. Что первым делом будет написано? Не рекомендуется использовать в пожилом и детском возрасте. не рекомендуется. Да. А почему? А как минимум не было клинических испытаний. Помните, когда Медведев предложили использовать, Жорис и Медведев предложили использовать какие-то статьи, но он сказал, ну, когда вы сделаете клинические испытания на людях моего возраста, тогда и будем разговаривать. Потому что все производители мифтормина, их очень много, они пока не досужились от этого сделать. Отвечали. Ну, а статистика что говорит статистика? О чем? О статистике о Медвормине это как раз говорит, что он облиняет жизнь диабетикой. Да. По сравнению с ней диабетикой. Сомнение на какие побочные последствия. Вот, вот, побочные и кому нельзя? Нет, ну, какие побочные? Есть, наверное, побочные, наверняка, вы сами объясняли, что когда скисление, например, начинается. Вот. а если человек живет диабетиком, живет дольше в среднем популяции диабетиков на Медвормине, живет дольше, чем средняя популяция недиабетиков, тогда получается, что Барзилай прав. Барзилай, знаете это, да? Он там, кстати, в статье упомянут. А, сейчас скажете о нем. Нет, я больше не буду говорить. В статье там, он в Барзилай, как раз упомянут. Ну, так это все, там же молнии или с пульсами на тормозах? Я пока результаты вот не знаю. по Медвормине пока не закончено. Не начали. Не начали? Не начали. Да? А как ты мотивируешь? Есть очень много нюансов, которые знают только врачи. Например, Медвормин не может быть препаратом выбора для пожилых, одиноких людей. Одиноких людей. Понимаете, как интересно? Потому что в данном случае гипогликемия более опасна, чем гипергликемия. Потому что в обморок и... Потому что, да, в том числе и поэтому. Но ситуация какая? Значит, в условиях гипогликемии атеросклеротическая бляшка, которая есть у всех почти, нулеров фактически очень мало. Значит, она начинает подвижность двигаться. И тромбоз. Несомненно. Атеротромбоз. в этой ситуации. А если поподробнее противопоказаниям пойти, то это депоксидическое состояние, а старение депоксии это вещи очень связанные. Несомненно. Наживание клубочковой фильтрации. Да? И так далее, и так далее. Там пойти по механизмам. А с учетом того, что люди, не имея показаний, принимают, будучи пожилыми, активными, не имея диабета, начинают себе назначать метформиф, да? А у них и так вот глюкоза, депоксидизация и продукция глюкоза нормальная. Плюс они находятся в физических нагрузках. Например, у меня слояк, да, на пенсии, он бегает по мурафтам постоянно. глюкоза нормальная. Ну, какой он у них формирует. И в каком случае? Итогу вот. Я считаю следующее. Значит, смена понятийного аппарата, проведение совершенно разного уровня понятия к одному, понятия болезни, не имеет прагматического смысла. Я сторонник национального мышления. В данном случае она нас заводит эскалкульков в тупик. Спасибо, парни. Да, спасибо. А вот насчет гипоксии. А из известных лекарств, какое вы считаете могло бы претендовать на роль геропротектора с точки зрения гипоксической своей активности? Эти гипоксанты? Я ничего не знаю. Гипоксанты? Что? Что? Это кому? Чего? Кальковер. А что кальковер? А, ну, кальковер всегда каньяк. Ну, я знаю. Ну, да. Вы же понимаете, что здесь все зависит от того, кто это рассказывает, как это дает, каким национальным посылом, на что опирается. Я, наверное, могу доказать одни и то же вещи с одной стороны и с другой стороны. Понимаете? А в этой теме для врача нету трагматической компоненты. Нужно, 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 чтобы биологи с врачами как называется контактировали? Да. Контактировали поплотнее. Ну, да. Поплотнее. И вот, к сожалению, если бы было бы национальное институт старения, это была бы точка. У нас несколько таких Кочевский центр, черта. Ну, Кочева, понимаете, она же не геронтолог. изначально. Ну, да. Она же не такой фанатик, как фоня в темы, да, как вы, как лов, как деев, да? Ну, функционер, который выполняет свои задачи. Вот, мне, нецепрочен, чего хотел сказать. Вот, в том же журнале, в котором мы сейчас опубликовали свои успехи и раздавали, да? Я когда-то в детстве опубликовал статью, которая называется «Старение – это болезнь количественных признаков». И смысл этого вот какой. У старого и молодого ничего не меняется за исключением количественных показателей. Вот, ну, там седина, конечно, там еще, но есть два, три. Да и то, просто уменьшение фигмента. А, так вот, у него и сердце, все органы остались, все функции остались, только они все количественно менее эффективны становятся. То есть, фактически, старение оказывается болезнью вот количественных признаков. Вот, что вы скажете? Что вы хотите услышать от врача? Вот, я хочу, чтобы врач сказал. Это, ну, критику, наверное. Запросто. Ну, давайте. Да, запросто. Мы можем критиковать все, что мы говорим. Давайте возьмем, например, цироактивный белок. Последняя тематика обсуждения, да, Игорь? Тематика цироактивный белок обсуждается. Почему бы нам не взять, конечно, критерии экологического возраста цироактивный белок? Основания какие к этому? То, что в старости, в старости, цироактивный белок он повыше. Да, действительно, он повыше. Он повыше. Ну и что? Вы же знаете, что критерии биологического возраста, они должны согласно, как бы, Дубиной, Разумович, да, монографии, помните, была такая, в свое время, полезная книжечка? была из Беларуси. Да, они должны, ну, было еще Кручко потом дублировалось каким-то образом, они должны соответствовать определенным критериям. Да? Если критерий связан с патологией, опять, патологией, патологией, да, временный аспект, если будет связан с патологией, какое отношение к старению? Ну, сказали, что временными, то есть, можно временными какими-то показателями, да? Я сказал, не временными, количественными. Концентрациями. Все признаки, все признаки старика и признаки человека среднего возраста остаются все те же, но только количественно. Например, гормона такого-то стало больше, а такого-то стало меньше. и такого меньше, и такого меньше. А такое, к сожалению, стало даже больше. Теперь, удары сердца, все, все остается то же самое. Удары сердца и многие показатели могут и больше, и меньше, это не играет роли. Не в количестве, не в количестве. Вот мы, мне кажется, измеряется временем. Критерии биологического возраста должны быть временные. Нет, ну ясно, что временные. То есть, мы не можем сделать количество подъема, гантелей, пройти быстрее. Вот здесь был один из графиков измерения саркопенией. Вот, пожалуйста, скорость ходьбы. Скорость ходьбы. Скорость ходьбы. Скорость ходьбы. Есть прагматический какой-то смысл. измеряем. За стопом проходит 4 метра пациент. Вот видите, с возрастом. А дело в том, что для врача что важно, что этот человек проходит 1 метр медленнее, чем 1 метр в секунду, это можно уже считать признаком саркопенией. То есть, синдром сдержения мышечной силы и объем мышечной массы. А с этим можно уже бороться. Изменение количественных признаков. Да, это можно изменить. Тремяные. Да. То есть, это что-торемяные. А вот пики, они случайные на этих кривых? Для меня суть в том, что вот критерий, точнее, на самом деле 0,8. 0,8. То есть, люди проходят 4 метра в Российской Федерации в среднем возрасте 80 лет, там где-то в основе. 1,6. А вот было бы меньше, чем единичка, уже подозрение на саркопенией. 0,8 это саркопенией. Измерили плечо, силу мышц, уже поняли, о чем речь. Сделали импедансиметрию, значит, падение мышечной массы 10%, соответствует функциональной достаточности двух органов. Надо принимать меры, разбираться. Практический смысл. Да, понятно. Вот, насчет саркопенией, которую вы, в пройду, упомянули. А вот это идет параллельно с пустовопорозом, ну, то есть, ослабление мышц и их уменьшение там, волокон, типа, число. Вам было бы интересно послушать, как раз, профессора из Моники, из Моники, да, она же Моки раньше называлась, кстати, а до этого называлась она в Старой Катерининской больнице. Он плотно занимается, он плотно занимается, скорее, горячим, говорили, видите, эндохринологии, в том числе уступопорозных, ну, да, он скажет, наверное, все-таки связь есть, но она не очень такая, бывает. А если помните такую книжечку Давыдовского полиплассива, да, большая такая, да, она такая, оранжевого цвета, ведь это же был главный патологоанатом города Москвы с 1924 года, до конца своих дней в жизни. Вот в 1966 году он написал эту книгу, в общем, такая философская, познавательная, и он сказал, что если мы смотрим на все органы, он же патологоанатом, он же на секции смотрел, то везде атрофии, там, как бы он назывался, остопенили, саркопенили, да, атрофии головного мозга, о чем мы говорили, то есть везде уедания, везде. Идут ли они параллельно, наверное, можно говорить о гетрофронности, процессе, тем не менее, саркопенили, саркопенили, и в этой связи следующий вопрос напрашивается. Вот это знаменитая Элизабет Перриш, которая себе, не узнаете, вколола два вещества. Кто-то Лиза стал называть. Сташа. Лиза, это она сама, Лиза. Сама, да? Да. Вот. Так вот, одно из факторов, ну, один там связан с алмиразой, а другой, она, это борьба с саркопенили. Ингибитор с анатостатином. Да, фамистатин там, это вот. Да. Да. То есть, это для вас вообще вопрос почему я знаю об этом. Да? И как вы оцениваете? Я ее оцениваю как женщину 45-летнего возраста, ухоженную, симпатичную. А я не в этом. Дай бог, через 20 лет. симпатичная. Отставленных во времени результатов нет. Да, да, я не об этом. А как вы считаете вот этот путь борьбы с саркопенией вот так, геноинженерным путем, это перспективно с вашей точки зрения определение? Мне сложно давать оценки, они будут субъективны. Но вот субъективны. Я хотел бы посмотреть во времени. Подвинуться немножко. Это на первых, Здесь какие у детей так уже ходятся? А? Здесь какие у детей так уже ходятся? Понятно. Понятно, что с возрастной это что-то другое, но сложнее. А что? Дети болят для нынешнего? Да. Она использовала только ее ген. У меня была одна пациентка 107 лет. Ну, не в этой стране, да. И действительно боролись с нее. 107 лет было. Юрист. Очень хорошо сохранил в смысле интеллектуально-мистических функций. Но вот у нее была такая рожаная, как бы, то есть у поросли с саркопенией мы там действительно боролись. Вот. Но это все офф-лэбл. То есть таких назначений еще на сегодня мало существует. Если с 107-х по розам как-то принято боролись, да? Я не понимаю, а как же гидинга? Значит, гидинга развлечена? Ну, какие-то программы, там, то есть гармон, где-то, я не помню. И давно этот график о том, о чем он рассказывал, о том, что люди в старости выглядят по-разному. Видите, И вот здесь вот это... Это график, это доклад просто, что мы потеряли. То есть на следующий год такого доклада не будет. И в ближайшие годы тоже там несколько лет это не будет. Потому что вот это, я так понимаю, вот эта вот шумиха, она немножко привела к тому, что врачи подумали и, наверное, решили о том, что, ну, наверное, нам нужно немножко подождать. Подождать. Подумать. А о чем это означает жизнеспособность? Это как оценивать? Ну, там было объяснение в тексте большое. Наверное, были какие-то показатели, связанные с тоже по терапии смерти, да, но тем не менее видно, что вот она различная. Видите, как она? То есть человек 80 лет может быть такой же, как, например, там, условно говоря, там, ну, все, например. Сейчас действительно люди, вот смотришь на него, вот он едет на велосипеде, где есть такой спортивный, и только вблизи посмотришь на него, а вот ну-то уже ого-го. Мужчина меньше занимается пластикой, косметикой, и действительно старость становится в более многообразной. Алексей Атвич, не, нет, ну, последний тогда вопрос, если, если, очередной, очередной залп вопросов. Вот почему там такие вверх-вниз с годами пики, вот эти вот. на связи с ограниченный выбор, с ограниченностью выбора каких-то, да, если говорить... А это на каком количестве? А мне сложно подсказать, сложно сказать, это надо докладов вот считать, там около 300 страниц подробного текста, и под каждую, под каждую цифру там у них все приложено. То есть там есть признаки доказательной медицины. Таких докладов было несколько, была программа. Со следующего года все это вот, к сожалению... А вот, может быть, две причины. Почему? Вот ваша оценка. Переезжали, слишком активно геронтологи наступали, давайте нам деньги, мы будем все делать. Или вариант такой, что... Что такое понятие геронтолог? Вы же знаете, что первичной профессии Российской Федерации такой профессии нет. Ну да, но это федерации, а у них-то вы же-то федерации. Вот еще раз, в нашей тусовке есть же профессиональный групп Российской Геронтологии, да, там ведь очень много людей, очень много людей, ну, с непонятным образованием, понимаете? Ну, функционеры. Сложно сказать, кто они. Да? И вот, наверное, вот эта волна, лишняя волна, она эмоциональная, но она избыточная, она непродуктивная. Она, наверное, привела к тому, что люди сказали, мы ее немножко подождем от обвинения, что у нас есть свои прагматические цели. Вы говорите о нашем, а подождем, то сказать о... То же самое и там. Это же дискуссия, она о всем мире происходит, она родилась, наверное, потому, что какие-то есть объективные предпосылки для появления этой дискуссии. Ну, вы внимательно смотрели, что Халякин показали? Ну, если честно, не очень. А, так у него... Все это не потенциал. У него последний слайд, или предпоследний слайд был, знаете, какой? Что это, дескать, специально запрещено. Ну, дело в том, что я, насколько я понимаю, что все-таки, вот, что хотят сделать? Они хотят, значит, биологи, ввести старение, как на зоологию, старение, не старость, а именно старение, на международную классификацию болезней. И под это получить финансирование. Ну, я вижу здесь элементы инфантилизма, инфантилизма, да, потому что, говоря, в одном, это развивает другое, мы же все взрослые люди, понимаем, что это заметно. То есть вопрос финансирования, вы так и скажите, что вопрос финансирования, это будет более правильным. Вообще-то, они так не говорят. Они говорят, давайте изменим, а для этого нам дадут денег. Это другая тематика. Логично? Может быть, надо прямо сказать, что в России нет национального ресурсов, Вот такая проблема. Разве может быть великая страна без такого института, где работают самые лучшие, которые они же перед собой. Какой-то... Ну, ладно, да? Самые лучшие. Дальше. Проводать. Ну, так. Вот именно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Статья об успехах вышла, не может прочитать. Спасибо. Спасибо.